В Тверском областном суде по делу Рафика Тертериана, обвиняемого в убийстве двух человек, совершенная группа лиц, допрошены потерпевшие. Согласно обвинительному заключению, преступление было совершено в июне 2009 года. Подсудимый, находясь у дома номер 3 по третьему переулку Кирова города Торжок, на почве личных неприязненных отношений, действуя вместе с родными, из огнестрельного оружия убил двух мужчин. Следственными органами фигуранта были объявлены международный розыск. 3 июня 2019 года местонахождение Тертериана установлено на территории Итальянской республики, где он проживал по подложным документам. 1 августа 2020 года мужчина экстрадирован в Российскую Федерацию и помещен под стражу. В отношении остальных двух фигурантов уголовное дело выделено в отдельное производство. Розыск лиц продолжается. Очередное судебное заседание по делу пройдет в Тверском областном суде 2 июля. О похожем деле с такой же фамилией Подсудимова мы рассказывали в патрульной службе 3 года назад. 28 марта 2018 федеральный судья Тверского областного суда Владимир Андреев вынес приговор Арману Тертеряну, признанного виновным в совершении убийства с особой жестокостью. И вновь убийство произошло в Ташке в сентябре 2016 года. В этом кафе Тертерян был со знакомыми и повздорил с одним из них. После ссоры Тертерян вооружился ружьем модели Сайга, вернулся в помещение кафе, где в присутствии знакомых, в том числе малолетнего сына потерпевшего, выстрелил в сторону мужчины. От полученного в голову ранения мужчина скончался на месте. Судом в действиях Тертеряна признано наличие отягчающего обстоятельства алкогольное опьянение. Установлено, подсудимый намеренно приводил себя в состояние, повлекшее утрату контроля за соблюдением нравственно-этических норм. Суд не согласился с доводами подсудимого, что он совершил преступление в состоянии сильного душевного волнения. В своем последнем слове Тертерян просил не наказывать его строго, так как только на свободе он сможет реально помочь родным убитого. Вердикт судьи – признать Тертеряна виновным. Примодательное наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также судом взыскано с осужденного в пользу потерпевших в счет компенсации морального вреда и материального ущерба более 2 миллионов рублей.